В Кыргызстане 27 марта зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса. Об этом 27 марта сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге в Доме правительства. По ее словам, семь случаев выявлены в Джалабадской области и семь случаев в Оржской области. Из 14 случаев пять человек побывали на Малом Хадже, девять случаев – это контактные лица. Таким образом, по словам Акматовой, на сегодня в Кыргызстане подтверждено 58 случаев коронавируса. Все они чувствуют себя удовлетворительно. У всех больных установлены контактные лица. Они взяты на домашний карантин. Состояние всех стабильное, сказала она. В Бишкеке задержан Даниэль Аджиев, сообщили 27 марта в МВД. Были допущены оскорбительные выражения и публичные негативные высказывания, способствующие разжиганию ненависти и вражды, говорится в сообщении милиции. Следственная служба МВД осуществляет следственно-оперативные мероприятия по возбуждению расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. Так, 26 марта уроженец Бишкека Даниэль Аджиев, 1990 года рождения, был задержан и выдворен в ИВС ГУВД Бишкека. МВД утверждает, что медицинское освидетельство не установило факту потребления наркотических средств – марихуаны. Ранее Аджиева задерживали по подозрению в организации притона с вебкам-моделями. Тогда его отпустили под подписку о невыезде. Суды Ожской, Джелалабадской области и города Бишкек приостановят свою работу в связи с введением чрезвычайным положением. Об этом 27 марта сообщает Прослужба Верховного суда. Такое решение было принято на совещание, которое прошло под председательством Гульбары Калиевой посредством видеоконференции. Также работу приостановят Чуйское областное и межрайонные суды Чуйской области. Деятельность данных судов приостанавливается на одну неделю. Вместе с тем, в судах будут организованы дежурства судей и сотрудников аппаратов. Вчера был подписан приказ о беспрепятственном движении в городе ряда транспортных средств, сообщил 27 марта комендант Бишкека Алмазу Рузалии в ходе брифинга. По его словам, препятствий в транспортировке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости со стороны правоохранительных органов не должно быть. В городе Ож 22-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Информацию Турмош подтвердили в прослужбе УВД. Как сообщается, 26 марта примерно в 24.30 в дежурную часть поступила информация, что жительница села Кинеш, 1997 года рождения, найдена повешенной в собственном доме. На место выехала оперативная группа. Материалы были зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство. На теле девушки признаков насильственной смерти обнаружено не было. Родственники забрали тело в Баткен. В город Ож девушка приехала в ноябре 2019 года. В связи с замужеством супругом они прожили пять месяцев.